Возьми и почини, если тебе охота, отвечает жена. Так устал я, да и не мужское это дело. Ну как знаешь, а мне спать охота. Что это такое? Рассердился ты, ну, я про дрог есть хочу, а от тебя доброго слова не дождешь. Ты че жена? Крепко поругался ты, ну, с женой. И в сердцах решил он уйти от нее. Не первый раз уже она с ним так ведет себя. Все равно думает, жизни не будет. Сунул он кусок вяленого мяса за пазуху, скинул ружье на плечо и пошел куда глаза. Да мужик с ружьем везде выживет, че там. Не всякая женщина без мужчины выживет. А с ружьем мужчина всегда выживет. Долго ли, коротко ли шел, вдруг видит, перед ним ущелье. Справа и слева черные скалы. Острыми пиками небо подпирают. А тут как раз вечер наступил. Ты нын подумал, куда в темноте пойдешь? Надо на ночлег устраиваться. Увидел он впереди пещеру. Но не успел и шагу ступить, как из нее вышла старуха. Худая, горбатая, нос крючком, голова торчком. Зубы, как клыки у моржа, длинные-предлинные. Да, ты нын пришел. Давно тебя я поджидаю. Удивился охотник. Откуда это она его имя знает? А старуха говорит. Я все знаю. И понял ты нын, что попал он в лапы самой, как гыркает. Много у меня всяких работников. И птицы, и звери, и растения разные. А человека нет. Говорит старуха. Слушай же, охотник, отныне ты будешь моим работником. Будешь делать все, что я прикажу. Скинул ты нын ружье. Не желаю быть я твоим работником. Убить меня хочешь? Да ты взгляни, из чего стрелять будешь. А болтасто, дурной. Глянула охотник, а у него в руках вместо ружья палка. Замахнулся он палкой. А старуха перекувыргнулась через голову. И сразу такая бурга поднялась. Поднялась бурга, что вокруг темно стало. Ничего не было. Сорылся тыным снег ждет, когда бурга стихнет. А она все сильнее и сильнее разыгрывается. Ждал, ждал, видит. На месте ничего не высидишь. Надо идти. Поднялся и пошел. Долго ходил он по глубокому снегу. Но дорогу в стойпище так и не нашел. Устал ты на него. Повалился в снег и заснул. А когда проснулся, видит, перед ним та же пещера. Та же старуха сидит. Оленьими рогами волосы расчесывал. Ну-ка, охотничек, теперь согласен? Спрашивай. Подумал ты мне, выхода-то нету. Ладно, говорит, согласен. Только накорми меня сначала. Тряхнула старуха волосами. Тут сразу оленя упряжка появилась. А на нартах всевозможное кушанье. И тюленья печеные, и олениные, и мясо вяленое, что из пальмой. А, копальхой называется. Все перепробовал тыныр, наелся досыта и еще за пазуху положил. Ну вот и хорошо, говорит старуха. Теперь я спать лягу. А ты смотри, никого ко мне не пускай. Пустишь, бледеную сосульку тебя прекращу. А полноста. Стоит тыныну пещеры, грустную думу думает. А тут вдруг белый медведь подходит. Че тебе надо, спрашивает Афор. А че всемогущую, как горган в беде? Отвечает медведь. Не пущу, говорит Афор. Как это ты меня не пустишь? Да знаешь ли ты кто я? Я ее первый работник. Да кто бы ты ни был, уходи отсюда. Разозлился медведь. Зубы оскалил. Вот-вот на охотника набросится. Скинул тынын ружье, курок взял. Ой, погоди, говорит медведь. Не стрелять. И тут как грявка. Будь ты зайцем. И тынын превратился в зайца. Вот те и зайчики. Попрыгал у пещеры, попробовал ружье взять. Я ничего не получаю. Лапами-то как возьми шушу. И понял, заяц, что теперь у него одно спасение. Ноги. Повернулся он и поскакал в стойбище. Очутился возле своей рамки. Открой, жена. Это я, твой муж, тынын. Выглянула жена из яранки. Да как захочет. Да-да, не так ли, чтобы мой муж был, заяц. Уходи отсюда, пока собака тебя не спустила. Перепугался заяц. А знает, собаки-то у него злые. Ох, порвут сразу. И побежал в тундру опять. Долго бежал. Проголодался. А вокруг не травинки. Все белым снегом замело. Сел и заплакал горькими слезами. Ох, тяжело. Вдруг виден. Там, где слезинки упали, снег растаял. И ягель показался. Потянулся заяц к ягелю. А ягель перепугался, что заяц его съест. Да как крикнет. Будьте тюленем. И стал заяц тюленем. Лежит на снегу. О воде мечтает. А до моря-то далеко. Весь день волк. Весь день. Но дополз таки. Плюхнулся. Плывет тюлень по морю. А впереди рыбка с айкой играет. Ага, думает тюлень. Сейчас я поужинаю ремешкой. Только за рыбой погнался. А она и говорит. Будь волком. И стал тюлень волком. Бьет лапами по воде. Того и гляди утонет. Но все-таки выбрался на льдину. Потом на берег. Стоит у камня. Весь в ледяных сосульках. Дрожит. А в это время белая лисица мимо пробегала. Волк за ней. Вот-вот находит. А лисица свернула в сторону. Такая крики. Будь ты кайрой. Вездился волк кайрой. Такая черная птица. Кипаль Батрос. Летит кайра над морем. Еле на крыльях держится. Так есть хочется. Заметила медузу. И к ней. А медуза прошептала. Будь ты оленя. И стала кайра оленя. Плывет олень по морю. Одни рога торчат. Вот-вот утонет. Но к счастью море стало замерзать. И он по льду вышел на белье. Трясется весь от холода. Есть хочет. Вокруг пусто. Только снег до скалы. И побежал олень в тудру. Бежит. А на пути белая березка. Ой, дай-ка хоть коры поглодай. Думает олень. И только он прикоснулся к березке. Она как встрепенется. Будь ты человек. И ты нын снова стал человеком. Пришел он домой. И обо всем, что с ним произошло, рассказал жене. Много я на свете видел, но такого не приходилось. Ты еще не то увидишь, говорит жена. Не смей меня работать заставлять. Я и есть всемогущая Кангергена. Вот и нын снова по спине. Мурашки побежали. Волосы дыбом стали. Но он виду не подает, что испугался. Ни за что, говорит, не поверю, чтоб моя жена да такое умела. Кангерген, муха сделаться может. А ты разве сможешь? Не то что муха, комаром сделаешь, гордо заявила жена. И только сказала, как на глазах исчезла. И в яранге вместо нее появился маленький комарик. Летает. Ты нын ему руку поставил. Садись. Сел комарик на руку охотника. И стал свой тоненький носик к коже ему втыкать. А ты нын его. Все. Я тут как каркан. Так что в каждой сказке, сами знаете, ложь и намек. Поэтому осторожнее надо мужчинам со своими женами. Ой, как осторожно. Неизвестно, какая в ней ведьма может сидеть. Да, мужики? Нет. То есть вас ведьмы не сидят? Сидят. 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 Местные волосы. Это мы. Местные фейки. Волшебные. Не ведьма, а волшебные. Ну а сейчас Долганскую сказку я вам прочитаю. Это на севере Красноярского края живут долгане. Старик рыбак и вора. Красноярского края живут долганом. 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 Продолжение следует...